добрый день уважаемые коллеги рад приветствовать вас на вебинаре в рамках нашего проекта бешеная прокачка который стартовал сегодня 2 октября кратенько расскажу о себе меня зовут данил коротин я работаю в компании с 2010 года то есть у меня опыт работы с круизами 13 лет я посещал круизы как составе рекламного тура так как в качестве туриста поэтому имея представление о данном продукте и постараюсь в рамках сегодняшней темы максимально подробно и раскрыть проект как я уже сказал стартовал 2 октября ряд вебинаров они уже есть в записи да то есть вот те которые у нас тут выделены синеньким то есть вы можете их смотреть как на нашем youtube канале pack expert так и на учебной платформе мирополис и приглашаю активно смотреть те вебинары которые у нас будут в прямом эфире расписание также вы можете посмотреть вот здесь вот на слайде и опять же если по каким-то причинам вы не успеете посмотреть подключиться к данным вебинарам вы можете их посмотреть как на youtube канале так и на учебной платформе мирополис перед тем как мы перейдем к тематике непосредственно сегодняшнего вебинара я хотел рассказать про планы мыси то есть к двадцать восьмому году планируется уже 31 лайнер сейчас активно строится два лайнера которые будут готовы двадцать пятому году и плюс еще шесть лайнеров будут готовы к двадцать восьмом году то есть планы у нас и как всегда очень очень перспективные грандиозные и количество лайнеров в том или ином классе то есть это вот тематика предыдущего вебинара она будет она будет увеличиваться постоянно раз мы заговорили про классы лайнеров да я кратенько расскажу что у нас есть огромный выбор лайнеров самых разных классов да то есть от класса лирики музыка до которые были построены 2003-2004 года которые по сравнению с более новыми современными да у них более такая камерная атмосфера меньше туристов соответственно есть и лайнеры которые сейчас активно строятся или лайнеры которые уже сделаны и на них проходит круизы например знаменитый лайнер эмиссии волк европа до который используют самые передовые технологии в том числе двигатели которые работают на природном жиженом газе где используется где используются уникальные дизайнерские ухищрения да такие как например и грекообразная форма да то есть об этом активно рассказывали и подробно рассказывали предыдущем вебинаре но в рамках сегодняшнего вебинара я буду говорить про другую тему я буду говорить про типа кают и про возможности то есть перед тем как мы будем выбирать конкретный кают и турист естественно выбирает акваторию он выбирает на тот или иной класс лайнеров и соответственно далее мы уже переходим к выбору непосредственно типов кают но если вы откроете наш сайт вы увидите что на каждом круизе есть определенный тип кают про который буду рассказывать и при этом есть возможность вы наверняка это уже видели да то есть это как раз те услуги которые те привилегии которые будут входить которые будут отличаться в рамках данной категории но чтобы вас совсем не запутать я сейчас подробно расскажу что такое представляет из себя возможности возможности базовые у нас три это было фантастика ауре есть также возможность яхт клуб но она будет разбираться конкретно на отдельном уже вебинаре поэтому я эту тему сегодня затрагивать не буду что же себя представляет возможности то есть в данном случае это те услуги которые входят в стоимости круиза и чем выше возможность тем она соответственно дороже и тем больше привилегий она будет включать первая самая базовая возможность это возможность было но если мы сейчас мы будем ее активно разбирать вы поймете что в данную возможность на самом деле входит большое количество услуг прежде всего да это проживание в каюте выбранной категории то есть если мы бронируем внутреннюю кают у нас будет внутренние если внешне с балкона будет внешне с балкона питание в базовую возможность было у нас ходит полный пенсион как наверное вы уже смотрели или не сталкивались этим я вам сейчас расскажу вы можете завтракать обедать ужинать в зоне шведского стола до который работает 20 часов то есть практически круглосуточно да и у вас будет доступ в том числе к станции напитков где чай кофе и вода но помимо шведского стола у вас есть возможность питаться в зоне основного ресторана да и здесь уже поскольку на лайнере у нас на многих лайнерах там несколько тысяч человек то разместить всех за одним рестораном за обеспечить чтобы каждый каждая каюта была за определенным столиком а это будет да то есть когда у вас питание в зоне основного ресторана за вами закреплен стол соответственно здесь мы уже распределяем туристов по сменам питания то есть это или первая смена ужина или вторая смена ужин и когда вы бронируете белла вы при бронировании обязательно указывайте как пожелание какую смену питания вы хотите и важный момент который также включен возможность белла который актуален актуален и сейчас естественно да потому что обстоятельства часто у людей меняются там всего разных причин эта возможность переноса круиза за 30 календарных дней до отправления перенос возможен с удержанием 50 евро на человека сейчас я подробно расскажу какие условия данного переноса во первых он предоставляется однократно мы можем сделать перенос один раз и как я уже говорил за 30 дней не позднее чем за 30 дней до отправления лайнера второй важный момент то что дата нового круиза должна быть не далее чем три месяца от даты первоначального круиза второй момент он связан со стоимостью то есть если у вас стоимость нового круиза не ниже чем стоимость первоначального круиза то в новом круизе будет применена стоимость круиза первоначального если наоборот стоимость нового круиз будет выше соответственно будет применена стоимость нового круиза и важный момент касаемо условия оплаты и условия аннуляции то есть если допустим на простом примере разберем да если у вас был круиз на 27 ноября 15 октября вы решили его перенести допустим на 20 февраля то срок полной оплаты он будет из рассчитывается исходя из даты первоначального круиза не февральского поэтому из то же самое будет касаться и условий по аннуляции то есть они будут рассчитываться исходя непосредственно от первоначального круиза ну теперь уйдем немножко в сторону таких моментов связанных с переносом еще раз расскажу что входит в стоимость данного круиза да то есть помимо того о чем я уже говорил помимо питания это доступ к спортивным программам комплексом там в том числе к тренажерному залу доступ к развлечениям потому что на лайнере каждый день происходит огромное количество событий всевозможных представлений мюзиклов то есть возможность было в том числе включено посещение и данных мероприятий это и детские клубы да развлечения для подростков также включены в стоимость накопление баллов и массива же склад также происходит то есть если турист бронирует каюту до самую минимальную возможность был у него также начисляются баллы на его карту и мы всего аджес клуб и чем больше он будет бронироваться соответственно больше баллов у него будет накапливаться постепенно постепенно теперь разберем возможность фантастика то есть мы имеем возможность белла плюсом если мы бронируем фантастику какие услуги у нас будут входить ну во первых сейчас я конкретно разберу еще по смене ужина да то есть здесь также при бронировании фантастики вы можете и как бы должны выбирать при бронировании или первую или вторую смену важный момент когда круизная компания перед заездом распределяет туристов по сменам ужина распределяет кого в какую смену поставить приоритет будет прежде всего тем туристам которые бронируют возможность фантастика то есть понятно что когда вы выбираете было это также учитывается но в приоритете пожелание тех туристов которые бронируют возможность фантастика второй момент эта услуга завтраков каюту это на самом деле очень удобно иногда это наверное даже необходимо потому что ну на самом деле удобства в том что вам не нужно готовиться к завтраку вы просто по звонку до можете заказать этот завтрак в кают это очень удобно и ситуации разные бывают просто людям например хочется не хочется выходить готовиться к завтраку они посредственно зоне шведского стола к примеру, да, они хотят насладиться завтраком в каюте, в данную возможность эта услуга уже входит. Если вы бронируете Бэллу, она также, эта услуга возможна, но она идет уже там за док-плату. И важный еще момент касаемо бесплатного переноса, о котором я говорил ранее, да, то, что если вы бронируете возможность Фантастика, то у вас этот перенос, он уже будет бесплатным, да, то есть вы не будете платить 50 евро. По всем остальным условиям все то же самое. И еще момент, который связан с отличием возможностей Бэллы и Фантастика, но он не отражен на этом слайде, это то, что когда вы бронируете возможность Бэлла, при бронировании вы не выбираете конкретную каюту. То есть у вас каюта гаранти, которая присваивается уже непосредственно, номер кают присваивается перед круизом. Когда вы бронируете возможность Фантастика, вы уже сразу выбираете конкретную каюту, но оговорюсь еще в важный момент, да, что редко, но круизная компания все-таки оставляет за собой право номер каюты поменять, не категорию, поэтому об этом тоже обязательно туристам проговорите. Теперь возможность Аурея, да, если мы разбираем базовые три возможности, это возможность, которая включает в себя максимальное количество привилений. Ну, прежде всего, это, собственно, лаунж и зона отдыха. Это особенно актуально, когда, например, у вас день в море, да, когда хорошая погода, когда круиз непосредственно в такой сезон-сезон. Естественно, все люди хотят выходить на открытую палубу, хотят загорать, купаться в бассейне. Естественно, многим хотелось бы, чтобы их шезлонг был максимально близко ко всей этой инфраструктуре, но такое далеко не всегда возможно. Если вы бронируете Аурея, то это уже отдельная зона, где гораздо меньше шезлонгов, где более такая приватная атмосфера, и, соответственно, если для людей это важно, то смело предлагайте эту возможность. Помимо доступа в зону лаунжа и отдыха, есть бесплатный вход в термальную зону спа. Для многих туристов, что в круизе, что в отдыхе на море, да, доступ в спа и вообще использование спа-услугами – это важная составляющая отдыха. И если вы бронируете возможность Аурея, то у вас будет доступ в спа, MSC Аурея спа. Естественно, процедуры, они будут за доплату, но если вы бронируете возможность Аурея, то в данном случае у вас будет предоставляться скидка на всевозможные спа-пакеты, которых очень много. Плюсом ко всему, да, важный момент касаемо смены питания. Если в Бейле-Фантастике, да, туристы при бронировании указывают или первую, или вторую смену питания, то здесь у нас мы можем, если мы бронируем возможность Аурея, мы можем ходить как в первую, так и во вторую смену питания. И это очень удобно, да. Понятно, что большинство людей привыкли ужинать или, ну, все равно, да, в той или иной степени в одно и то же время, но в круизах бывают разные ситуации. Допустим, выдался очень такой активный экскурсионный день, да, туристы уже вечером пришли в каюту, они понимают, что не успевают никак попасть на ужин в первую смену, но если у них возможности Аурея, без проблем, они могут, не торопясь, прийти на вторую смену ужина. Их столик, закрепленный за ними на протяжении всего круиза, будет свободен, будет ждать их, поэтому, если вы бронируете Аурея, это очень удобно. То есть вы можете не привязываться к той или иной смене ужина, можете ходить как в первую, так и во вторую смену. Плюсом еще приятным будет приоритетная посадка на борт, но оговорюсь, что эта возможность не во всех портах реализована. И тоже приятный бонус – это халаты-тапочки. Но здесь я опять вернусь к теме дня в море или посещения открытой палубы, да, что бывает, что вечером надувает уже такой прохладный ветерок, и очень приятно до каюты дойти в халате, да, не заморачиваясь в тапочках, это очень удобно. В эту возможность данная услуга уже включена. Но я надеюсь, что я более-менее подробно вам рассказал про возможности, у вас уже есть понимание. И сейчас мы перейдем к типам кают. Что касаемо типов кают. Вначале разберем то, что у нас включено во все каюты, да. Ну, прежде всего, это две кровати, которые мы можем поставить как раздельно, так и вместе по вашему желанию. Это очень удобно, да, потому что зачастую, когда, например, туристы бронируют отель, это большая проблема, потому что кому-то нужно гарантия раздельных кроватей, кому-то нужно поставить эти кровати обязательно вместе. На круизе все просто. То есть вы или при бронировании, или, допустим, если не успели или упустили данный момент, то туристы могут непосредственно на лайнере по звонку попросить, чтобы им или расставили кровати, или поставили их вместе. Док-места. Док-места есть не во всех каютах, но там, где они есть, разновидность этих док-мест очень широкая. Я об этом расскажу чуть позже. Сейчас не буду пока зацикливаться. Потом ванная комната. Она также есть во всех каютах. Это или душевая кабина, или ванная. Телефон, кондиционер, фен, сейф. Это все есть также во всех каютах. Теперь по поводу мини-бара. Мини-бар также есть в каюте. Он за доп-плату. Для гостей, которые бронируют яхт-клуб, бесплатно прохладительные напитки и пиво. Тоже важный момент, да, потому что многие забываются и думают, что там, например, вода в мини-баре, она бесплатная. Но на самом деле это не так. Она и предоставляется за доп-плату. И во многих каютах есть выделенная зона для подключения Wi-Fi и интернета. Так, теперь разберем, как смотреть у нас на сайте, чем отличается и где находится тот или иной вид кают, который вы смотрите при бронировании, и как различать тот или иной вид доп-места. Для того, чтобы посмотреть, вы наводите мышкой на морские круизы вкладку, лайнеры MSC и выбираете палубы. И уже здесь у вас на схеме откроется такая картинка, где будет разными цветами выделен тот или иной вид кают. Вот сейчас, чтобы было более наглядно. То есть вот здесь вот разные цвета. И ниже вы видите, во-первых, они распределены по возможностям. Белла Фантастика, Аурея Яхт Клуб. И по категориям. То есть в каждой категории выделен определенный цвет. И также непосредственно на этой же ссылке вы можете увидеть условное обозначение доп-мест. То есть видов доп-мест бывает большое количество. То есть вот если сейчас более подробненько раскрою. То есть, например, в простых каютах, внутренних, внешних с окном, самое частое доп-место – это откидная кровать или одна или две. Они обозначены такими квадратиками. Раскладной диван или треугольник или ромбик. Или двухъярусная кровать, которая обозначена кружками. То есть все это вы можете увидеть вот по этой ссылке, про которую я говорил. И понимание у вас уже будет, да, какой тип доп-места будет в той или иной каюте. Так, ну, мы разобрались более-менее, да, по тому, как на сайте смотреть, чем отличается один вид каюты от другой и какие есть доп-места. Теперь перейдем конкретно уже к категориям. Первый тип каюты – это внутренние. Это самый экономичный вид каюты. Какая важная особенность? Ну, прежде всего, это то, что в данном виде кают нет естественного освещения, нет окна, нет балкона. И, по сути, это, ну, наверное, вот единственное, да, о чем важным стоит предупредить туриста. Но при этом это самая экономичная каюта, как я уже сказал, да. То есть она подойдет для тех туристов, которые хотят в каюте только ночевать, которые готовы пожертвовать, да, там, отсутствием, например, балкона или окна, покупкой каких-то долг-услуг или приобретением экскурсий. И этот тип кают находится практически на всем лайнере, да. То есть если мы посмотрим вот на эту фотографию, он есть от 5 до 13, от 14 до 21 палубы. И это тоже удобно, потому что зачастую бывает, что, например, большая компания, и часть людей бронируют каюты, например, с балконом. Часть людей как раз таких экономичных хотят размещаться вместе с ними на одной палубе, но в более экономичной каюте. И это удобно, потому что внутренний кают есть практически на любой палубе. Так, далее по метражу. Метраж от 13 до 17 квадратных метров. Вот здесь как раз на фотографии хорошо видно, да, основное место у нас идет двухспальная кровать, которая соединена. И доп-место – это две откидные полочки над основными спальными местами. По возможностям. Если вы бронируете внутреннюю каюту, то вы можете бронировать как Белла, так и Фантастика. Так, переходим далее. Вот так выглядят внутренние каюты в зависимости от класса лайнера, да. То есть мы видим, что, например, вот класс лирика, музыка – такой более классический стиль. Класс Волт – он в таком более современном. Но плюс-минус, да, вот даже по фотографии видно, что по метражу они достаточно похожи. Второй тип каюты категории – это внешнее с окном. Принципиального отличия по метражу, по дополнительным спальным местам между внешней с окном и внутренней нет. Да, то есть по метражу они практически одинаковые. Но важное отличие – это то, что внешне с окном уже есть окно, есть свет, да, естественный. Он может быть ограничен, но, опять же, да, на схеме вы данную категорию каюты увидите. Если это каюты с ограниченным видом, то, естественно, схеме это также будет отображено на сайте. И важно то, что окна в каютах внешних с окном не открываются. Вот так выглядит она внутри, да, то есть, как всегда, основное спальное место или две кровати раздельные или совмещенные. Дополнительное спальное место – это откидные полки над основным доп-местом. И здесь уже какое отличие от внутренней? То, что здесь возможно бронировать уже каюты с возможностью Аурея. И важный момент касаемо кают с окном. На лайнере MissyVault Europa, который у нас просто хит-продаж, да, появилась новая категория. Точнее, так назовем ее подкатегорией, да. Это каюта с окном Infinity. В чем здесь отличие, да? Ну, уже по фотографии вы видите, что это каюта большего метража, да. То есть, уже есть тут даже такая зональность, есть выделенная такая гостиная зона. То есть, спальные места основные у нас, как всегда, вот здесь в данном случае это раздельные кровати. А вот здесь у нас будет раскладной диван, да, или двухъярусная кровать, или диван, который трансформируется в двухъярусную кровать. Но основное, конечно, здесь не эти особенности, а то, что здесь будет огромное панорамное окно, большое. И что самое главное еще, окно это будет открываться, то есть, будет морской воздух. В отличие от тех кают, которые классические внешние с окном, да, здесь вот мы уже переходим к тем, вот, например, вот на примере этой каюты, да, к тем каютам, которые отличаются, то есть, они появляются уже на каких-то определенных классах лайнеров. В данном случае вот эта вот каюта, она есть на классе Vault, в том числе, естественно, на лайнере MSI Vault Европа. И вот так вот выглядят внешние с окном каюты на разных классах лайнеров, да. То есть, мы видим, что здесь есть еще и отличие даже в форме окна. Например, там на фантазии у нас каюта с окном круглой формы, на лирике она такой прямоугольной квадратной формы. Ну, если мы вернемся, например, к каютам внутренним, да, мы видим, что все каюты, в зависимости от класса лайнера, они выдержаны в одном и том же стиле. Там, как правило, это одна и та же цветовая гамма. Так, теперь дальше переходим. Ну, самый, наверное, популярный тип кают – это каюты с балконом, внешние с балконом. Это действительно, что для первого круиза, да, что, ну, в принципе, если у человека позволяет возможности по бюджету, это идеальный вариант, потому что, ну, во-первых, это, естественно, наличие балкона. Морской воздух – это возможность выйти на балкон в течение всего круиза. Это каюта с большим метражом. Ну, не принципиально, конечно, но побольше там, чем базовая внутренняя или внешняя с окном категория, да. Именно поэтому, уже начиная с класса фантазия, большая часть кают – это каюты с балконом. Они есть на большом количестве палуб, да, то есть вот от 8 до 16 палубы у нас эти каюты с окном есть. Я считаю, что, конечно, для… Еще раз повторюсь, это, наверное, идеальный вариант, что для первого круиза, что в целом, да, то, что есть возможность выйти на балкончик. По квадратуре. Здесь у нас идет от 15 до 22 квадратных метров, включая балкон, важный момент, да. По основным местам все понятно. Здесь все то же самое, что во внутренней и внешней с окном, да, или раздельной кровати, или совмещенной. По доп. месту здесь разные вариации есть. То есть тут может быть как и раскладной диван, так и откидная кровать над диваном, так и двухъярусный диван. То есть возможностей и вариативность в плане доп. мест здесь очень большая. По возможностям здесь также возможно брать каюты Белла, Фантастика и Ауреа. Что касаемо кают с балкона в зависимости от классов лайнеров, да, ну вот здесь вы на фотографии видите, как они выглядят в зависимости от классов лайнеров. Да, то есть они, конечно, все отличаются по стилю, по метражу тоже есть различия. Ну вот мы сейчас разобрали базовые такие категории, которые есть на всех лайнерах. Ну мы исключаем внешнюю с окном Infinity, которая есть на классе World, да, но базовую, внутреннюю, внешнюю с окном, внешнюю с балконом мы рассмотрели. Теперь перейдем к категории сьютов. Для кого подойдут сьюты? Сьюты это каюты, которые уже с нестандартным размещением, нестандартной квадратурой. То есть это могут быть как каюты, например, с большой террасой, да, то есть внутри. Жилая площадь, она может мало чем отличаться от внешней с балконом, но при этом в том или ином сьюте может быть очень большой балкон, терраса. Зачастую эта терраса может быть даже больше, чем жилая площадь каюты. Я конкретно чуть позже разберу вот такие сьюты. Или же сьюты двухкомнатные, да, или сьюты, где одна комната, но с большим метражом и выделенной такой зональной гостиной, спальней. То есть этот тип кают подойдет для тех туристов, которые хотят разместиться комфортно, например, вдвоем, да, или наоборот, хотят комфортно разместиться большой компанией. Да, то есть есть сьюты, где можно разместиться и в пятером, и в шестером, в отличие, например, от внешних с окном и с балконом, где максимально четыре человека, да. Если, например, у вас есть люди, которые хотят бронировать одну большую компанию в одной каюте, это идеальный вариант, потому что соседние каюты не всегда доступны, да, каюты коннект тоже не всегда могут быть. А вот если у вас туристы хотят все в одной каюте разместиться, то сьют это будет идеальный вариант. Но сейчас мы подробно разберем, чем тот или иной сьют отличается от другого. Ну вот, например, сьют с балконом на классе Фантазия, да, это двухкомнатная каюта с окном и с балконом. Она очень хорошо подойдет для семьи, где, например, есть уже взрослый ребенок, где родители хотят жить, так скажем, можно так сказать, более приватно, раздельно, потому что здесь две комнаты, да, то есть в одной комнате у нас двуспальная кровать основная или поставленные вместе две кровати или раздельно, а в другой у нас находится раскладной диван. Ну и здесь, поскольку у вас уже будет такая привилегированная каюта, да, с большим метражом, чем, например, каюта с балконом, с окном, то базовая, уже вот включенная в стоимость возможности, здесь будет ауре автоматически. Ну и по метражу, да, мы видим, что здесь уже от 37 до 47 квадратных метров, то есть это гораздо больше, чем метраж кают с балконом, например. Сьют с балконом на классе Мировилле. В чем здесь особенность, да? Здесь у нас будет одна жилая площадь, да, достаточно большая, да, выделенная отдельно зона, где основные спальные места, гостиная с док-местом, док-места здесь двухместный раскладной диван, но главная особенность данной каюты это то, что здесь будет большой балкон, то есть балкон здесь до 25 квадратных метров, и приятным таким бонусом будет наличие на балконе джакузи. То есть вот здесь мы видим уже, что в отличие, например, от предыдущего сьюта, да, здесь помимо того, что жилая площадь большая, здесь уже появляется большой балкон, на котором есть джакузи. Базовая возможность, уже включенная в стоимость данного сьюта, это возможность ауре. Так, теперь мы перейдем к классу C-Site. На этом классе очень много разных сьютов, которые и площадью каюты отличаются, и отличаются особенностями в плане там и зональности, количество комнат и так далее. Сейчас мы конкретно разберем. Ну вот, например, Сьют Делюкс Ауре. Здесь в чем особенность? Это то, что внутри здесь каюта побольше, конечно, чем балконная категория, да, здесь метраж побольше, здесь основное место это две, как всегда, да, у нас две раздельные кровати или совмещенные. Дополнительно это будет или двухъярусная кровать, или раскладной диван. Но в отличие от кают с балконом, здесь у нас будет балкон большей площади, более комфортный. И если туристы, например, да, хотят, чтобы балкон был побольше, они не готовы там, например, платить за какой-то двухкомнатный сьют, но готовы размещаться в одной, так скажем, жилой площади, да, но хотят балкон побольше, то вот как раз для таких туристов идеальный вариант это сьют Делюкс Ауре. Следующий сьют интересной планировки это сьют Джакузи Премиум Ауре. В чем отличие от предыдущего будет? Ну, во-первых, здесь будет квадатура 28 квадратных метров и возможность размещения 5 человек. И каким образом они будут размещаться? Ну, понятно, вот здесь вот на фотографии внизу видно основное место, да, дополнительное место здесь двухъярусная кровать, то есть здесь может быть еще плюс 2 человека. На фотографии не видно, но вот здесь вот на схемке видно, что пятое место дополнительное, да, это вот это вот креслице, которое раскладывается в односпальную кровать. Но на ряде кают вместо кресла будет откидная полочка над основным домом места. И важным еще отличием и приятным бонусом данного сьюта по сравнению с предыдущим, это будет наличие джакузи на балконе. И возможность, которая здесь уже также включена в стоимость, это ауре. То есть, в принципе, вы можете не заморачиваться, если бронируете сьют, то у вас возможность ауре, она уже всегда включена в стоимость круиза. Следующий сьют, гранд сьют ауре. Вот это уже тот случай, когда едет семья, допустим, там 4 человека, и они хотят размещаться непосредственно в двух разных комнатах, разделенных дверью. И как раз этот сьют такую возможность предоставляет, да. То есть на схеме мы видим, что у нас тут есть основное спальное место. Во второй комнате у нас есть два доп-места, которые могут быть как раскладным диваном, так и откидной кроватью или двухъярусной кроватью. То есть здесь будет две комнаты. И важный еще момент, то что с каждой из этих комнат можно будет выйти на балкон. Это тоже удобно. То есть не нужно проходить через одну или иную комнату, чтобы зайти на балкон. Можно выйти на балкон из любой из этих комнат. Ну и по метражу мы видим, да, поскольку здесь уже у нас полноценные две комнаты, и метраж здесь больше. То есть здесь от 35 до 49 квадратных метров. Так, теперь перейдем к классу Vault. Например, вот как бы активный, такой очень популярный лайнер это MSC Vault Европы. Разберем те сьюты, которые представлены на данном классе. Первый сьют. Это сьют с видом на променад и на море. В чем здесь особенность, да. Как я уже говорил, на классе MSC Vault, в том числе на лайнере MSC Vault Европа, Y-образная форма. То есть там есть открытая зона, открытый променад. И в данном случае, вот, например, в каюте сьют с балконом, да, вы, когда выйдете на балкон, то с одной стороны у вас будет вид на променад, если вы повернете на левую голову, то у вас будет вид на море. Чем отличие, например, данного сьюта от каюты с балконом? Это то, что здесь балкон побольше. Здесь балкон уже 7 квадратных метров. И в зависимости от размещения у вас будет или однокомнатный, или двухкомнатный сьют с балконом. То есть вот на фотографии справа это размещение для двух человек, да. То есть это будет основное спальное место, такая зона гостиной выделенная, да. То есть эта каюта будет чуть побольше, чем каюта с балконом по жилой площади. И очень комфортная для двух человек. То есть если два человека хотят размещаться более комфортно, да, это идеальный вариант, плюс еще балкон будет больше площади. Но если у вас будет запрос на многоместное размещение, например, двое взрослых, двое детей, то будет предлагаться уже сьют с балконом двухкомнатный, вот который на этой схемке обозначен. То есть здесь будет основное спальное место и будет дополнительная комната, где док-места, да, которые будут, вот здесь вот они представлены как раз, где будут размещаться или один, или два человека. Теперь следующая категория, сьют джуниор. В чем здесь отличие, да? Здесь внутри каюта чуть побольше, чуть побольше, чем каюта с балконом. Основное спальное место это, как всегда, да, или раздельная кровать, или совмещенные. Дополнительно у нас тут или двухъярусная кровать, или диван, который трансформируется в двухъярусную кровать, или раскладной диван. Но особенностью, таким бонусом по сравнению с каютой с балконом, здесь будет наличие большого балкона. То есть балкон здесь будет от 13 до 17 квадратных метров. Если вот как раз мы говорили про такой сьют на предыдущих слайдах, который на классе C-сайт есть. То есть для тех туристов, которым важно наличие большого такого балкона, это очень удобно, еще раз скажу, для тех, кто не хочет, например, выходить в зону открытой палубы, да, хочет загорать, не выходя из каюты. Вот это идеальный вариант, потому что балкон большой, он это позволяет сделать. И в сьюте Junior в том числе такой балкон, который очень-очень для этого комфортный. Следующий сьют Premium Aurea. В чем особенность данного сьюта? Ну, во-первых, это большая квадратура, да, то есть здесь 25 квадратных метров, здесь два больших панорамных окна, здесь балкон есть, естественно. Но в чем еще особенность? То, что в данной категории можно разместить 6 человек. То есть на фотографии видно у нас здесь, да, основное спальное место, раскладной диван для третьего-четвертого человека или двухъярусная кровать. И вот здесь вот на фотографии не видно, но на схемке видно, что вот здесь вот в этом уголке находится как раз двухъярусная кровать, где может размещаться пятый-шестой человек. То есть если у вас такой вот идет запрос на большую семью или большую компанию, которые хотят гарантированно жить вместе, да, и они готовы жить там в одной жилой площади, то вот это идеальный вариант, потому что можно разместить сразу 6 человек в этой каюте. Теперь Гранд Сью Тау Рея. В чем здесь особенность? Здесь у нас максимально 4 человека. Основное спальное место, дополнительное спальное место у нас здесь, раскладной диван. Здесь вот как раз я хотел затронуть важную особенность, которая есть на ряде сьютов. Это то, что на этом лайнере есть балкон, но вот эта вот зона балкона, на нее выходить нельзя. То есть это по факту часть балкона, которая у нас превращается в такое большое панорамное окно, без возможности выхода на балкон. А вот как раз эта часть, это тот балкон, куда выйти можно, он в среднем где-то порядка 8-9 квадратных метров получается. То есть он очень подойдет для тех семей, которые хотят размещаться комфортно вчетвером и готовы брать каюту четырехместную, не двухкомнатную, а с одной жилой площадью. Так, теперь гранд-сьют с террасой Аурея. Вот здесь в чем будет отличие. То есть на предыдущем слайде у нас был сьют, где был большой балкон, но без возможности выйти на часть этого балкона. Вот здесь внутри жилая площадь будет практически идентичная и по количеству человек, размещающихся в данной каюте, здесь будет то же самое, то есть до четырех человек. Но здесь как раз есть возможность выйти уже на всю вот эту вот зону балкона. И балкон здесь, он по факту даже больше, может быть больше, чем жилая площадь каюты, что тоже для тех, кто любит, например, загорать на балконе, кто не хочет выходить на открытую палубу и хочет получать удовольствие непосредственно в своей каюте, то это идеальный вариант, потому что балкон это позволяет. И доп. места здесь так же, как в предыдущем сьюте, это двухъярусный, нет, здесь у нас будет раскладной диван для третьего-четвертого человека. В общем, подытоживая, да, я надеюсь, что я вам более-менее подробно рассказал про все возможности, про категории кают, чем они отличаются, да, и вы уже, исходя из данной информации, можете понимать, да, какому туристу какую каюту какую возможность предлагать. То есть для тех, кто у нас выбирает экономичное размещение, да, можно бронировать внутренние, внешние с окном каюты, бронировать возможности Белла. Если же у вас, например, большая компания, да, которая хочет размещаться, например, там, в одной каюте, да, или хочет размещаться в одной каюте с двумя комнатами, пожалуйста, они могут смело бронировать сьюты, которые это позволяют. Если у вас туристы, например, поехали в какое-то романтическое путешествие, или же они любители спа, то вы можете им предлагать возможность аурея, которая дает доступ в спа. Если они хотят жить комфортно, например, в романтическом путешествии, да, жить комфортно в большой каюте вдвоем, и загорать, не выходя из каюты, вы также можете предлагать, например, сьюты, о которых мы говорили. То есть возможностей, которые предлагает МСИ, ну, их огромное количество. То есть вы для разной категории туриста можете предложить абсолютно разный тип каюты, возможности, исходя из их желаний и потребностей. Я надеюсь, что я вам максимально подробно все рассказал. Еще раз повторюсь, то, что все вебинары у нас есть как на нашем YouTube-канале ПакЭксперт, так и в Мирополисе. Вы можете это все смотреть в записи. И вот здесь еще раз повторюсь, график как раз наших вебинаров в прямом эфире. Подключайтесь, задавайте вопросы. И желаю вам хороших продаж и хорошего дня. Спасибо. Продолжение следует...